Всем привет, с вами Хэлл Райт. Сегодня мы расскажем про самокатную поставку Invert и не передадим ни одного привета, потому что видосы проваливаются, они набирают лайков, они набирают просмотров, мы очень расстроены, поэтому приветов не дождетесь, пока видео снова не начнут набирать. Ну или напишите, что бы вы действительно хотели посмотреть с удовольствием. Мы выкладываем обзоры поставок, но не очень заходит. Мы выкладываем обучалки, заходит лучше, но тоже не очень. Мы выкладываем катание, но тоже так себе заходит. Короче, пожалуйста, скажите, что было бы интересно смотреть вам, а мы постараемся это поснимать. Кроме сборки BMX Custom, мы уже повелись, однажды собрали Custom, он очень мало собрал, стоял у нас полгода, не продавался, продался с дикой скидкой, мы потратили кучу денег, заморозили средства, потом продали его в убыток. В общем, была так себе идея, Custom и BMX, это, конечно, красиво и круто, но их очень сложно продать, а мы все-таки в первую очередь в магазин. Ну и мы тоже хотим есть. А, точно, скорее всего, смотрите этот видос в 2021 году, поэтому всех с наступившим Новым Годом... Чё? А чё мы? С Новым Годом, в общем, вас, пусть все хорошее придет, все плохое уйдет, поздравляю. А теперь про самокаты. В 2021 году Invert полностью поменяли нейминг. Они, во-первых, стали Invert Supreme, а во-вторых, все модели самокатов теперь называются абсолютно по-другому. До этого были сложные названия 1.5, 1, 2, а теперь стали еще более сложные названия. Например, у меня в руках самокат Invert Supreme Mini 1.4.8, мульти-черный. Ну, казалось бы, что 1.4.8 очень сложно, но есть хинт. Первая цифра в названии обозначает уровень самоката, единичка – самые простые самокаты, тройка – самые крутые самокаты. И, кстати, тройки к нам не приехали. А 4.8 – это рекомендуемый возраст для райдеров этих самых самокатов. Ну, то есть, модель 1.4.8 – это простенький самокат для ребят в возрасте от 4 до 8 лет. Это маленький самокат с маленькой декой, с маленьким рулем на пластиковых колесах. Как и в прошлом году у Invert'а, базовые модели самые простецкие, но и здесь не исключение. Самокаты, особенно, в куче цветов. У меня в руках неохромовый цвет, который почему-то сейчас называют градиентом. Как я уже сказал, у него супермаленькая дека, пластиковые заглушки в декэндах, пластиковая заглушка в бландспейсе, поэтому на нем лучше не гриндить. Но ребята 4-8 лет обычно на самокатах не гриндят. Простецкая шея, простецкий стакан. Рулевая на насыпных подшипниках, но это не просто насыпные подшипники, это насыпные подшипники с вставленным внутри пыльником. Если вы когда-нибудь разбирали рулевые на обычной аспе, вы знаете, что такое, когда у вас рассыпают шарики по всей комнате. Здесь такого не будет, потому что пыльники стоят плотно, и это, ну, такой, ну, типа полупромы. Ну, потому что они не рассыпаются на кучу шаров, но при этом шары в относительно свободном доступе. Они закрыты пыльником, но все равно их видно. Рулевая на внешних чашках, да, это не так круто, как интегрированная рулевая, ну, как есть. Мне очень нравится тормоз, который стоит на этом самике, он довольно жесткий стальной, но у него прикольная прорезь. Вилка на самокате стальная, в нее облезают колеса до 120 мм, а колес стоят 110 мм. Жесткость у колес 86А, и это колеса с пластмассовыми дисками. Если вы в 4 года гасите серьезные темы, лучше проходите мимо, не знаю, или берите самокат, меняйте колеса. Но если вы только начинаете кататься, ну, или ваш ребенок, для которого вы смотрите это видео, начинает кататься, то, в принципе, и на пластике первое время будет ок. На мой взгляд, эти самокаты больше всего подходят для того, чтобы понять, вообще, самокаты это круто или не круто. То есть можно взять себе приличный самокат, который круто выглядит, попробовать на нем покататься, и по мере выхода из строя менять запчасти, поменять колеса, поменять вилку, поменять руль, поменять деку. Ну, или если он вам не понравится, то просто забросите его и не расстраивайтесь, что вы выкинули 25 тысяч в пустую. Ну, 25 тысяч я привел просто для примера, столько стоит какой-нибудь очень хороший и комплитовый самокат. Ширина дека 110 мм, длину 445 мм. То есть, как я уже говорил, самокат маленький, и, как исследуют из названия, он подходит, ребят, до 8 лет. Ребята старше, у них, как правило, нога больше, им самокат будет банально мал. Руль у самоката 490 мм на 480, 490 в высоту и 480 в ширину. Ну, и подходит самокат на рост, ну, где-то до 150 см, если выше, лучше смотреть на модели постарше. Ну, постарше в смысле не возраст, а в смысле покруче в линейке. Компрессия IHC, зажим двухболтовый, ну, про нее рассказать особо нечего. Самый простой зажим, самая простая компрессия крутится, и на том спасибо. Из хороших новостей, у самоката приличные грипсы, на которых можно сразу кататься и не переживать свои руки. На многих самокатах для новичков стоят дубовые грипсы, ну, такое себе удовольствие здесь, с этим все нормально. Итог. Invert Supreme 1.4.8, модель для начинающих райдеров, в первую очередь для детей, с ростом не выше 150 см, и в первую очередь для того, чтобы, в принципе, понять, подходит ли вам трюковой самокат, как дисциплина в целом. 1.7.12. Все то же самое, но побольше для ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Естественно, рекомендации по возрасту очень условны, в первую очередь самокат нужно выбирать по росту. О том, как это делать, кстати, у нас есть отдельный видос, посмотрите в мастер-элисе. Тут все то же самое, такие же колеса с пластиковыми дисками 110 мм, такая же стальная штампованная вилка, в которую вылезают колеса до 120 мм. Колеса тоже с жесткостью 86А, то есть они довольно мягкие, ну, 88А пожестче, 86А помягче. Про колеса у нас, кстати, тоже есть видос. Крутятся колеса на подшипник Хабек 7, на 1.4.8 они тоже крутятся на подшипник Хабек 7. Шея такая же, дека практически такая же, руль такой же, в общем, все такой же, но чуть-чуть побольше. Ширину дека все те же 110 мм, но в длину 495, там было 445, здесь 495, то есть на 5 сантиметров больше. Сама дека при этом точно такая же, с пластиковыми заглушками спереди, с пластиковыми заглушками сзади, с приличным тормозом и с кучей самых разных цветов. Ну, перейдите в каталог, посмотрите, вот у меня вот ойл слик, а ну, есть не ойл слик. Правда, много цветов и самики выглядят круто, но ты на них, когда смотришь, они не выглядят какими-то прям супер китайскими, они выглядят как нормальные самокаты, пусть они для новичков. Самокаты 1.7.12 и 1.4.8 практически одинаковые. Здесь, кстати, тоже внешняя рулевая на вот этих вот открытых подшипниках с нормальными пыльниками. Ну, конечно, это не лучший выбор, если вы серьезно катаетесь, но, с другой стороны, это позволяет сэкономить на стоимость самих самокатов. И да, эти самокаты дешевле совсем китайских самокатов других брендов, ну, когда вы просто берете бланковый самокат, фигачиваете на него свой лейбл и продаете. Самокаты Invert стоят больше, потому что большая команда разработчиков, потому что у самокатов более замороченный дизайн, потому что это не X-Supreme, нацеленная на коровые магазины. Ну, не детский мир, а вы берете самокат в самокатном магазине и тем самым кладете деньги в индустрию, в то, чтобы поддержали контесты, райдеров, ввели Инстаграмы, в общем, вот это вот все. Ну, тут, опять-таки, на вкус и цвет каждый выбирает свое, кому-то важнее сэкономить, кому-то важнее поддержать индустрию. Руль здесь 58 на 52 сантиметра, он, то есть, он, очевидно, побольше и подойдет ребятам с ростом, ну, 155 примерно сантиметров. Опять-таки, на вкус и цвет посмотрите наш видос про подбор высоты руля. Итог. Еще один самокат для начинающих райдеров. Если модель 1.4.8 для совсем юных ребят, то модель 1.7.12 для ребят постарше, тем, кому нужен самокат побольше-повыше, но они все равно берут именно первый самокат для того, чтобы понять, подходит ли она дисциплина или нет. Следующая модель 2.8.13. 2, потому что она повыше классом, 8.13 на возраст от 8 до 13 лет, ну, примерно, естественно. Классом повышена за счет того, что, во-первых, у нее более широкая дека, здесь 120 мм, а не 110, ну, прям на глаз видно, что дека шире. Колеса на алюминиевых дисках, а в остальном самокат примерно такой же. У него пластиковые заглушки сзади и спереди, и заметьте, в этот раз я правильно назвал заднюю и переднюю заглушку. Стальная вилка для колес до 120 мм, IHC-компрессия с простецким двухболтовым зажимом и стальной руль. И тоже довольно мягкие грипсы, но здесь в прикольном цвете. У моделей класса 2, правда, клевый дизайн. Ну, мне он, честно, нравится, выглядит самики прикольно. Вот тут вот на синей модели такое камуфляжное дно с желтым цветом и с синим деком сочетается, ну, правда, очень добротно. Колеса с прозрачным геликом, то есть помимо того, что они на алюминиевых дисках, у них еще и прозрачный гелик, а внутри логотипы, когда крутятся, выглядят круто. Ну, правда, прям смотрится это очень прилично. Колеса тоже 110 мм, компаунд у них тоже 86А, но они на алюминиевых дисках, я говорю это в четвертый раз, но это правда важно, потому что колеса на алюминиевых дисках служат гораздо дольше, чем пластиковые колеса. Ну и выглядит, конечно, круче. Важно, на рулевом стакане есть вырез, поэтому вы можете приклеить наклейку Hellright, и все будут видеть, что у вас самик из самого крутого магазина. Не, ну не самого крутого, мы любим всех наших конкурентов, в общем. Решайте сами, кто самый крутой, знайте, что сюда можно лепить наклейку и хвастаться ей. Руль 58 на 52 см, и он не тэшка, он немножечко чайка. Ну, вот видите, вот этот изгиб, вот такой чайчиной формы, если не любите тэшки, то, что доктор прописал. Грипсы точно такие же на ощупь, как на младших моделях, но здесь они в свирноцвете, и выглядят на вкус, это прикольно, и отлично сочетается с общим цветом всего самоката. Ну и рулевая у этой модели, несмотря на то, что на второго класса, точно такая же, как на моделях первого класса, внешне с нацепными подшипниками под пыльниками. Ну да, это не очень круто, но как есть. С самиков приехала гора, цветов приехала гора. Да, это не самые крутые самокаты, я не буду тут нахваливать и говорить, что лучше, что вы можете купить, это самокаты Invert. Нет, это не лучше, что вы можете купить, это нормальные самокаты для того, чтобы ознакомиться с самокатным спортом вообще. Они выглядят так, что на них можно смотреть без слез, что, кстати, редкость для бюджетных самокатов. Ну, модели второго класса мне прям вообще нравятся, как выглядят внешние модели первого класса, ну, на вкус и цвет. Напишите, что вы думаете про бренд Invert, напишите, что бы вы хотели, чтобы мы снимали еще. Катать не падать. Пока. Продолжение следует...